Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Сегодня библиотека не просто место, где можно найти интересную книгу или подобрать необходимую информацию для учебы или работы. Чтобы быть востребованной, библиотека должна отвечать современным запросам читателей, постоянно предлагая им что-то новое. Вот и сегодня речь пойдет о всероссийском литературном онлайн-конкурсе «Знакомимся с Михаилом Тарковским». Это возможность не только глубоко пережить пространство произведения Тарковского, поделиться такими переживаниями с заинтересованными читателями этого писателя, но и, может быть, с самим Михаилом Тарковским. Что это за конкурс и кто может принять в нем участие, я говорю сегодня, с ведущим методистом МБУ городского округа Самара СМИПС Инной Александровной Емщиковой. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, деятельность современной библиотеки, согласитесь, со мной, конечно, ограничивается не только выдачей книг. В библиотеках сейчас проходят различные мероприятия, устраиваются мастер-классы. Вот вы расскажите, пожалуйста, поподробнее о работе вашей библиотеки. Ну вы совершенно правы, так как библиотека идет много со временем, библиотека меняется, она трансформируется под интересы читателей, и у нас сейчас реализуется очень много различных литературных проектов, но так как в связи с пандемией были определенные сложности, поэтому у нас часть проектов перешла в онлайн-формат. И мы даже ощутили некую выгоду и пользу этим, потому что мы расширяем территорию своих читателей, географию, так скажем, библиотек, и даем возможность каждому проникнуться историей, и культурой нашего города в том числе, и в том числе деятельности нашей библиотеки. Так как наша библиотека Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы имеет вокруг себя 35 филиалов, Центральная городская библиотека имени Крупской, и, соответственно, очень много интересных проектов проходит в каждом филиале. Поэтому любой желающий может найти для себя что-то интересное. Ну хорошо, сегодня мы говорим о конкурсе. Пожалуйста, я попрошу рассказать вас о творчестве писателя Михаила Тарковского, и скажите, пожалуйста, почему он интересен именно современному писателю, ну а вначале попрошу все-таки краткие вихи биографии, что это за писатель, кто это за человек. Ну, конечно же, когда мы услышали, что Тарковский есть писатель, мы сначала, ну да, Тарковский писатель, Арсений Тарковский, потом раз, Михаил Тарковский. Уже интересно, уже что-то такое необычное. Но фамилия сразу заинтересовывает, направляет на себя внимание. Но, по крайней мере, она на слуху. Она на слуху, конечно. Но тема необычная, что вроде бы некая путаница, но здесь Михаил Тарковский. Кто он? Это первая загадка, которую мы раскрыли, когда нам пришли книги, поступили. С первой книгой, которой мы познакомились, это было «Замороженное время». Это сборник рассказов. Он нас очень впечатлил, и, естественно, мы заинтересовались. Конечно, Михаил Тарковский стоит в династии Тарковских состоит. Он сын режиссера известного Александра Гордона, племянник известного кинорежиссера Андрея Тарковского, и внук поэта Арсения Тарковского. И, как сказал Валентин Курбатов, я позволю себе процитировать его речи. Валентин Курбатов – это советский, российский литературный критик. К сожалению, в марте этого года его не стало, но в своей программе, в своей передаче он успел, так сказать, оставить дань, можно сказать, такое великое слово о Тарковских, о их вкладе вообще в российскую нашу культуру, в российскую, в русскую культуру в первую очередь. И он говорил, что видно, что-то написано в роду Тарковских, что-то в этом русском мире есть во всякой нашей душе. Мы все сталкеры, ищущие эту комнату, в которой сбудется человеческое счастье, и никак не можем найти этой волшебной комнаты. При этом в своем интервью, в своей этой передаче он выделял именно Михаила Тарковского как, ну, естественно, последователя. А также он сказал, что есть в нем что-то такое особенное, что выделяет его среди вот своей династии. Возможно, это отдает отпечаток и Сибирь. Но согласитесь, что не каждый человек добровольно из столицы переедет в Сибирский край и будет там налаживать свой быт. Это тоже интересная веха, и это тоже проявляет интерес к писателю. Почему и так? Но и нашло отражение в его творчестве, да? Конечно, конечно. Почему так? Но дело в том, что после окончания Московского университета педагогического он пять лет проработал в поселке Бахта. Ему там очень понравилось. Он зоолог, ну, зоологическое такое направление. Ему зоолог-орнитолог, ему очень нравились птицы. И к птицам и привила любовь его к нему бабушка, в том числе его. И отработав там пять лет, он решил остаться. Ну, конечно же, это сначала было периодически, наездами. Он работал, служил или работал, или не знаю, как правильно сформулировать эту его деятельность охотником. А потом стал охотником-арендатором. И теперь, курсируя между Москвой, Бахтой, вообще Красноярским краем, он как бы и свои впечатления выливает в творчестве, что находит отражение в его творчестве. И в том числе, я думаю, что он некую такую свою миссию жизни выполняет в этом. Он находит именно отдушину в своих этих произведениях, в своих книгах. И пытается все то, что он накопил за проживание, в том числе и в Сибири, и весь свой вот этот опыт транслировать нам. А нам остается лишь только открыть книгу и погрузиться в это уникальное волшебное чтение. Хорошо, спасибо. У нас есть небольшой видеоролик, видеосюжет. Давайте прервемся ненадолго и посмотрим, обратимся к нему. Мяка у нас тигровая, с белыми носочками, гладкая и до родного близкая к каждой полоской. Когда мозг лежит на боку, а ты ее гладишь, перед ладонью набегает шелковая складочка. Мне нравились особенно розовый и мокрый ее нос и две круглые борсистые подушки с точечками, из которых растут усы. Жизненную необходимость усов я понимал, но круглые подушки с рядами точек восхищали особо. И я не сомневался, что существуют они исключительно для красоты и забавы. Любил затрать их толстую слоеную мякоть, вывернуть до розовой изнанки, чтобы у мякиной морды вышло свирепое и глыкастое выражение, которое я назвал мышиной королем. Если раскрыть, расклинить рот настежь, можно потрогать аккуратнейшую ребристую насечку мёба. А можно потрогать и сам язык в светлом горчатом морсе. Но мякоть начнет делать им отчаянное выталкивающее движение и раздраженно подметать хвостом. А я умудряюсь и уловить хвост в самом основании, комле, где одушевленно, крепко ощущается зарождение движений. Кошел, русалом, взмякивает! И в пыль вообще-чуть убегает, задрав хулиганский хвост. Любил смотреть, как мяко лакает молоко. И как, взбивая молочный столбик, двигается шершавый её язычок. И его биение образует розовый туманчик. А молоко стоит столбиком. И тут кот. Он был, как порыв вега, сухим снегом и цементной пылью. Дикий, с пепельной, как на офицерскую шарки шерстью. Плотный и будто пыльный. Беспородный, короткий. А шрамы на морде и на голове, как выпаяны на шапочном борсе. Морда широкая и бакенбарные, объёмисто крепкие. Будто пустые. И весь кот грубый, боевой. Насквозь пробитанный улицей. Ну что же, мы сейчас послушали одну из конкурсных работ. Молодой человек, 10 лет. И вот интерес вот такого молодого поколения к творчеству Тарковского. Ну давайте мы вообще поговорим о его творчестве. С чего всё начиналось. Он и по этой прозаике, я так понимаю. Так вот, расскажите, как начиналось творчество и становилось творчество Тарковского? Михаил Тарковский начал своё творчество со стихов, с ранних стихов, которые очень были малым тиражом опубликованы. И больше, я так понимаю, что нигде не тиражировались. Тиража нового не было. И, возможно, некоторые его работы и утеряны уже со временем. Может быть, он сам пересмотрел какие-то свои произведения и отказался их переопубликовывать. Но факт остаётся фактом, что те счастливчики, которые прочитали его ранние стихи, я думаю, тоже вдохновлены. Ну а дальше уже пошла такая взрослая поэзия, что называется. Постепенно она перемежалась с рассказами, с повестями. И так мы теперь больше знаем Михаила Тарковского как прозаика. Хотя стихи его уникальные. И вот у сборники «Замороженное время», о которой я говорила, есть его стихотворение. В том числе несколько попало и из ранних стихов. И любители, желающие могут обратиться к этой книжке. И в том числе, если у нас в библиотеке, можете прийти и посмотреть, почитать её. Скажите, пожалуйста, а вот чем вызван такой интерес к Михаилу Тарковскому? Чтобы понять, почему такой, давайте мы перейдём к самому конкурсу непосредственно. Сколько работ было прислано. И в Красноярском крае понятно, интересно, вот самарский читатель насколько любит, понимает и принимает Тарковского? Я вам даже больше скажу, что не только самарский край, но мы попали и даже в ближнее зарубежье. У нас присланы работы, конкурс по номинации «Читаем» Михаила Тарковского из Абхазии, из Белоруссии. И самые, кстати, первые работы, которые были присланы, они были присланы именно из-за рубежа. Чем вызван вот такой вот интерес, я могу объяснить только тем, что это действительно русский дух, русское слово, и люди по нему просто соскучились. Конкурс у нас оказался очень обширным. Мы работы приняли в конкурсе, именно 108 работ нам пришло. А помимо из этого, которые были вне конкурса, там по разным причинам, это ещё 15 работ. То есть это более 120 работ у нас получается. И достаточно интересные сами работы, то есть это очень бережное отношение к слову Тарковского. Это очень тонкое понимание, зачастую прям вот каждая строчка, у нас было две номинации «Читаем» Тарковского и «Читательская рецензия» на Тарковского. Но рецензия у нас это был, обычно мы привыкли, что это негативный окрас, да, какая-то критика. А здесь у нас больше, ну, как аннотация на чтение Тарковского, отзыв о самом чтении. Это замечательные работы. Литераторы в основном принимают участие? Нет, принимают участие обычные читатели. Я вот могу зачитать, есть вот цитата Шихваргер Ирина из Ярославля. Она в своём эссе, который даже название уже поэтическое, слова добравшие смысла, пишет. «Сибирь» у Михаила Тарковского звучит как музыкальная тема, то настоящей богатырской симфонии великих пространств и сильных характеров, то вдруг одинокой, щемящей мелодии. Ну, это же просто чудесно, это точное проникновение в творчество Тарковского. Или вот Черкасова Виктория Кумертау. «У Тарковского сочный слог, писатель не сухой бытовик. Тарковский пишет о душе, продолжает дело Толстого, Достоевского, Чехова». Но наряду с такими великими классиками поставить Тарковского, и я считаю, что это вполне заслуженно. Да, действительно, он современный классик, и со временем это только звание его укрепится. Тем более, что он сейчас лауреат нескольких премий, в том числе и патриаршей премии, которую он получил в 2019 году. Ну, а если возвращаться вообще к проекту, как мы начали, да, с чего мы начали этот проект, то он у нас родился в мае 2019 года. То есть не первый год уже вы проводите этот конкурс? Уже не первый год, да. Конкурс у нас первый год, и мы постепенно шли. Мы сначала начали со странички ВКонтакте, потому что поняли, что вот этим невозможно не поделиться. И то, что найдут и лучше отразят библиотекари, то никто так тонко к этому не подойдет. Возможно, читатель просто пройдет мимо, его не зацепит что-то. И мы старались сделать акцент на самое то, что может затронуть, на переживаниях. И постепенно группа у нас расширялась, у нас были там 300 подписчиков в первый год, потом стало расти и расти, и сейчас у нас достигло 687 подписчиков в группе ВКонтакте. Это 2019 год. Наладилась переписка с самим Михаилом Александровичем. Он оказался очень открытым человеком, он очень хорошо идет на контакт, а тем более узнав, что мы библиотекой что-то пытаемся о его творчестве рассказать и понести в массы, то мы стали друзьями. И следующим нашим шагом в 2020 году стала компьютерная игра. Называется она «Сибирские зарисовки» по мотивам, по творчеству Михаила Тарковского. Чем она привлекательна? Тем, что полностью проиллюстрирована на его личных фотографиях. То есть несет какой-то еще и образовательный, обучающий смысл, да? Конечно, да. И мы старались, чтобы этим еще больше зацепить читателей, еще больше, чтобы они прониклись этим творчеством Михаила Александровича, ну и в том числе просто узнали, что такое русское слово. Потому что именно распространяясь вот среди всех наших стран, да, среди наших городов и малых, и больших, мы в первую очередь несем русское слово, мы несем русский язык. И этим у нас объединяются не только вот Михаил Александрович, не только этот проект, но и все остальные проекты, которые мы реализуем. — Скажите, пожалуйста, Инна Александровна, а вот если взять по всей России, общаетесь же со своими коллегами, вы, мы, вернее, Самарские библиотеки, проводим этот конкурс, я имею в виду, он в своем роде уникальный, либо ваши коллеги тоже проводят такие конкурсы, рассказывают о Тарковском, вовлекают читателя в его творчество, либо вот у вас, у нас, в нашем городе, это изюминка и неповторимость. — Да, вы совершенно правы, это действительно изюминка нашего города, потому что конкурсы по творчеству Тарковского не проводились, это первый наш конкурс, и большинство библиотек, в том числе и Красноярский край, это, извините, Красноярский край, это в первую очередь встреча с писателем, как бы вот это та планка выставки, встреча с писателем, та планка, та ниша, которую заняли библиотеки, и мы не составляем им конкуренции, пусть идут навстречу, и писателю это хорошо, и читателям это интересно, но мы немножечко другой тон взяли, немножко другое направление, которое, я думаю, что в процессе, возможно, выльется и в ежегодный конкурс, и мы надеемся, что сотрудничество с Михаилом Александровичем у нас дальше будет продолжаться, тем более, что победителем конкурса такие замечательные призы и подарки. Поговорим об этом обязательно попозже, да? Вот у меня такой вопрос, скажите, а вот администрация нашего города, как относится к инициаторам вот таких замечательных всероссийских проектов, как поддерживает, может быть, помогает финансово, информационно, и вообще оказывает ли всестороннюю поддержку администрация нашего города Департамент культуры библиотекам нашего города? Конечно, мы работаем под эгидой Департамента культуры городского округа Самара, и, соответственно, все наши проекты, все наши начинания мы согласуем, и они одобряют и принимают в этом самоактивное участие. Конечно же, это и информационная поддержка, в каких-то случаях и финансовая поддержка, но добрый отклик, добрые слова и пожелания мы от них слышим, да. Хорошо, спасибо. Есть еще одно видео, я сейчас предлагаю к нему обратиться. Давайте вместе послушаем, посмотрим. Слова значит все. Просто они бывают разными. Есть слова-слова, а есть слова-поступки. А есть слова, от которых мы становимся другими. И о словах надо думать. Зачем? Чтобы понять, как мы изменились. Мне раньше казалось, что в книгах, особенно в стихах, есть очень много общих слов. Любовь, смерть, земля, небо, весна, береза. А потом я понял, что слова, они значат вначале, как пустые бутыли. И вот эти бутыли начинают заполняться березовым соком. И открывается тайна слова, когда каждое слово имеет такое значение, так пережито, так выстраданно, вот такой настой смысла имеет. А сок все капает, капает, и кажется, что еще чуть-чуть, и весь русский язык станет таким, когда нельзя произнести слово без трепета. Вот такие книги я люблю. Инна Александровна, расскажите, пожалуйста, об аудитории конкурса. Вот я смотрю, разновозрастные участники, и молодой человек 10 лет, и вот девушка, да, достаточно молодежь интересуется, активно принимает участие. Наверное, и более пожилое поколение тоже в курсе, и тоже присылает свои работы. Расскажите об этом. Да, конечно. Вот мы просмотрели два конкурсных ролика, и хотелось бы отметить, что вот первый ролик Давид Курков, то, что молодой человек, ему всего 6 лет, и за него очень родила его педагог, чтобы он поучаствовал в этом конкурсе. Спасибо им большое за это. И это уникальное, как бы, событие для нашего, как бы, литературного сообщества, потому что повесть, она достаточно взрослая, достаточно тяжело написана, и что этот молодой человек смог выучить ее наизусть. И с пониманием, правильно расставленными акцентами передать смысл было, как интересно. И тем более, что это было его собственное желание, что еще интереснее. Хотя у Михаила Александровича есть книга детская, она называется «Сказки о коте и Саше». Это про девочку Сашу и кота. Ну, я думаю, что любители найдут возможность почитать эту книжечку, в том числе она есть у нас в библиотеке, можете приходить. Ну, или, если вы не самарские, то можете, допустим, посмотреть в электронной библиотеке «Литрес». Она там тоже есть. И интересно, что вот эта вот девушка Ирина Кучмина, она настолько прочувственно тоже рассказала и прочитала вот этот отрывок из повести Михаила Александровича, что как будто бы вот это ее собственное сочинение. Это вот она настолько прожила, вот этот отрывок, настолько тонко в него вошла, что действительно интересно слушать. Но здесь представлены не только работы победителей, как бы это просто конкурс у нас еще продолжается, прием работы у нас заявок завершен, сейчас работает жюри над конкурсом и над работами участников. Скоро мы подведем итоги. И я думаю, что будет очень интересно. И жюри поставят сложную ситуацию, потому что таких интересных работ... Да, выбор, конечно, будет очень сложный, потому что то, что мы сейчас услышали, все работы по-своему хороши, и вот кто лучший. Но давайте мы все-таки поговорим о церемонии награждения. Ну, во-первых, какие будут призы, и вот каким образом и сколько номинаций уже определено для победителей. Ну, мест у нас, как всегда, будет три в двух номинациях. Первое, второе, третье место. Первая номинация у нас идет это чтение Михаила Тарковского. Вторая номинация читательская рецензия. Михаил Александрович предоставил участникам вот такие ценные призы и подарки. Вот две книжечки. Здесь представлены еще будет третья. Она пока у нас еще не выпечена в издательстве, не подготовлена. Книга будет «Живая верста» называется. Что это за произведение? Расскажите, это сборники, что это? Здесь роман «Тойота Креста». Это роман Михаила Александровича. Насколько я знаю, его творчество, по-моему, единственный роман, могу ошибаться, но в остальных это сборники. Уникальное издание, вот три урока. Оно не только подарочное, но уникальное само по себе. То, что здесь иллюстрации, в том числе, взятые из его личных архивов. Вот, например, вот такие вот уникальные фотографии. Фотоархив. Три урока повесть, как и о Данье тоже, это повесть несколько автобиографичная даже. И мне кажется, что начинать знакомство с Тарковским лучше вот с рассказа «Бабушкин внук». И вот не могу сказать, как это называется, по направлению, но вот три урока, я бы все-таки сказала, что это рассказ эссе самого автора, если есть такое направление, потому что здесь мы видим и самого автора непосредственно, мы знакомимся с его биографией, и в том числе он нас направляет на, ставит на какой-то читательский определенный путь. Инна Александровна, ну кому все-таки интересен Тарковский, кто его аудитория? И вот вы очень замечательно порекомендовали какие-то произведения, они вообще в наличии, это в Самарских библиотеках есть, и что бы вы еще обязательно рекомендовали почитать Тарковского, коль уж сегодня он герой нашей программы? Ну, конечно, книги в библиотеках у нас есть, в достаточном количестве, пожалуйста, приходите. Книги практически все, которые Михаил Александрович нам дарил, они в свободном доступе. Здесь книги представлены с автографом, с его, соответственно, участником, победителем конкурса. Как я уже выше сказала, что замечательный сборник рассказов «Замороженное время», там вы познакомитесь с многогранным Тарковским. Здесь начало свое, вот, три урока, они на меня тоже произвели большое впечатление. И если из личной истории говорить, то это рождественская повесть «Фарт». Когда я поделилась с Михаилом Александровичем, что это мое любимое из его произведений, то он остался очень рад, доволен и сказал «Благодарствую». Ну что же, спасибо большое. Очень интересно у нас сегодня с вами получился разговор. Я надеюсь, что и такие замечательные конкурсы вы будете проводить и впредь. Ну и осталось поблагодарить тех, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Читайте, господа, читайте. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова